Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей. Подписчикам же крепко жму руку. В этом видео мы с вами поговорим об оформлении цифровых пропусков для передвижения по городу Москве посредством SMS. Что ж, и сразу после заставки канала. Погнали! Продолжение следует... Получение пропусков. Первый вариант это у нас через сайт mos.ru посредством авторизации, соответственно, на госуслугах, либо на сайте mos.ru. Подходит тем, у кого, соответственно, данная авторизация существует. То есть, кто ранее заходил уже на эти сервисы, ими пользовался. Там достаточно все удобно. Нужно вбивать минимум данных. Все данные подтягиваются из личного кабинета госуслуг. Я лично вначале тестировал, и вот несколько видео здесь вверху экрана будет как раз на эту тему. Там все работает достаточно неплохо. QR-код выдается, сразу же можно его фотографировать, записать в телефон и так далее. Еще есть вариант для тех, у кого интернета нет, скажем так. Вариант оформления пропуска через телефон. Но понятное дело, что количество операторов, оно, конечно же, конечное, ограниченное мэрии. Соответственно, наплыв желающих оформить пропуска таким образом большой, и дозвониться достаточно сложно бывает туда. Хотя можно тоже пробовать. Я думаю, нагрузка она у нас плавает. Дальше по ходу пьесы, что называется, тем меньше будет ажиотаж по поводу оформления этих пропусков. Люди научатся оформлять их только по действительно необходимости. Вот. Третий вариант достаточно интересен тем, что, во-первых, вы оформляете, в общем-то, и в электронном виде посредством сотового телефона, либо смартфона. Но и вам не требуется авторизация на госуслугах. То есть это формат SMS команды. И вот здесь какая интересная вещь произошла. Мэрия, когда эту технологию внедряла, достаточно, видимо, торопилась. И даже в официальном релизе, который был разослан в СМИ, присутствуют ошибки. Из-за этого большое число людей у нас столкнулось с ошибками при попытке оформить эти пропуска по SMS. В частности, мы натыкаемся на такую ошибку, как стим и тип документа. Допустимые значения 1, 2, 3. Это вот такая ошибка приходит в ответ на отправленную SMS. Например, если вы основываетесь на информации по формату этого сообщения, например, из российской газеты. Вот, чтобы, соответственно, здесь все разъяснить, я разговаривал сейчас со специалистами из мэрии, с техподдержки. И они тоже не с первого раза, нужно сказать, все-таки смогли дать мне правильный ответ на этот вопрос, что действительно формат, который у нас в СМИ присутствует, он некорректный. То есть не тратьте деньги на отправку этих SMS. То есть действительно ничего у вас не получится до тех пор, пока вы не составите правильную СМС. Так, вот это правильная статья. Соответственно, вы можете видеть здесь у нас адрес этой статьи. mos.ru newsitem72684073. Со слышами, конечно. Вот, и мы с вами смотрим. На работу и на дачу ответы на главные вопросы о цифровых пропусках. Ну, здесь можно все почитать. Все я плавно скроллю. Как получить цифровой пропуск посредством SMS? Значит, понятно, что отправляем мы SMS-ку на номер 7377. Эта информация правильно также в СМИ была указана, в том числе в российской газете. Но самое интересное, это то, какой формат у нас задания этой команды. Ну, понятно, 1, 2, 3. Это цифровой пропуск для работающих 1. Разовая поездка в метаорганизацию 2. Разовая поездка в иных целях 3. Далее идет код документа. Паспорт иностранный паспорт. Иной документ тоже 1, 2, 3 коды. И вот, внимание, здесь главный у нас с вами пример. То есть, как вы должны в SMS, что вы набираете. То есть, вы набираете слово пропуск с заглавной буквы, звездочка. Далее, например, если это у вас рабочий пропуск, вы указываете, вот, да, цифровой пропуск для работающих 1. А если, например, вы хотите разовую поездку осуществить в иных целях, тогда вы указываете вот здесь 3. Далее, какой у вас документ? Паспорт 1, значит, 1. Далее, мы должны указать с вами серию и номер паспорта. То есть, вот, обратите внимание, вот, на этот вот, расшифровку вот этого самого формата, который у нас здесь ниже происходит. Код цели, тип паспорта, код, серия и номер паспорта. То есть, это вот серия, это номер паспорта. Далее, номер транспортного средства. Если вы едете на транспортном средстве, например, автомобильного номера. Р-043, МП-177. Далее, вы вводите номер карты тройка, если она есть. Далее, вы вводите номер карты стрелка, если она есть. Если ее нет, вы видите, просто звездочка, звездочка идут друг за другом. То есть, все вот эти звездочки, они у нас разделяют вот эти разные значения, да, которые у нас здесь составляют всю эту команду большую. Далее, вот, то, чего не было в СМИ, не было в том числе в российской газете. После звездочки мы указываем ИНН организации. Звездочка и краткое название организации. Все, вот это вот правильный формат. Давайте почитаем дальше, что у нас здесь есть. Вот, при оформлении цифрового пропуска для разового передвижения в медицинскую организацию. Вот, немножко отличается у нас здесь формат. Краткое наименование медицинской организации, вот как я предположил. Ну и при оформлении цифрового пропуска для передвижения в иных целях, то же самое, свой формат. То есть, вот здесь у нас все данные расшифрованы. Соответственно, ставьте на паузу, вбивайте очень тщательно эту команду и обязательно сохраните это сообщение, чтобы, если вам потом потребуется еще раз повторить получение пропуска в другой день, чтобы вам было это сделать быстрее, чтобы не набивать все это длинное сообщение. Ну, например, можно это сообщение скопировать в буфер обмена и, например, отправить, допустим, еще куда-нибудь в WhatsApp, там, например, там супруги или там кому-нибудь из родственников. Либо просто искать это сообщение, которое вы ранее уже отправили в смс-ке в отправленных, оттуда его также копировать, ну, может быть, там что-то менять в случае необходимости, и отправлять именно таким образом будет быстрее. Ну, кому не лень, конечно же, можно и посидеть, поразвлекаться, понабирать полностью все это сообщение. Вот, это у нас правильные форматы. Кому нужна ссылка на этот документ, она будет у нас под этим видео внизу в описании, переходите. Вот, я же вам все это показал, это правильная информация, пользуйтесь на здоровье, распространяйте информацию об этом формате, ну, можно пересылать это видео, в том числе, буду благодарен. На всем же я вас всех благодарю за просмотр моего видео до конца. В конце у меня, как всегда, формальности спонсорами этого видео являются с международной площадки Алиэкспресс, Тимол, Джорбест и Бангут, список лучших товаров по моей версии, как всегда, в описании к видео. Кому видео понравилось, не забываем поставить лайк. Кто не подписан на канал, обязательно подписываемся. Все, друзья, всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok